Здравствуйте, дорогие друзья, с вами передача «Фокус на человека». И сегодня у нас в гостях семейный и перинатальный психолог Ая Тукманова. Здравствуйте, Ая. Здравствуйте, Наталья. Сегодня мы будем разговаривать о такой части или о таком направлении психологии, которое называется перинатальная. Ая, но поскольку большинство людей не знают даже наверняка термина, что он означает, расскажите немножко по этому, это же новая наука об этом. Да, достаточно новая, можно сказать, что она выделилась из прочих направлений психологии примерно уже 50 лет назад, хотя вроде бы кажется. Перинатальный, если сам термин расшифровать, он используется в медицине также, перинатальные центры у многих на слуху. То есть натал – это рождение, перья – это то, что вокруг. Все, что вокруг рождения, беременность, роды и вскоре после рождения, оно входит в круг изучения наук перинатальных. Если говорить о самой психологии, то есть здесь мы немножечко отличаемся от врачей. Если для врачей перинатальный период подразумевают, как правило, там с 22-й, по-моему, если не ошибаюсь, неделю беременности и первой недели после родов. То есть они этот круг вокруг родов называют перинатальным периодом. Психологи, поскольку они имеют большей частью дело с психологической составляющей, она такая более сложная и многомерная, они берут отсчет от более ранних периодов. То есть есть мнение, что в сферу интереса перинатальной психологии попадает момент зачатия и все, что после. А есть мнение, что в сферу наших интересов это начинается с момента принятия решения о зачатии ребенка. А здесь вообще очень сложно сказать, когда это началось. Я, например, все детство придумывала имена своим будущим мальчикам и девочкам и вообще не могла даже до того, как я начала о себе помнить, можно сказать. То есть первое упоминание об этом от моей тети, которая рассказывала, как я собиралась назвать своих детей. И так всю жизнь это прошло. Если я там не знаю, как мне будет звать будущего ребенка, я не могу спокойно жить, пока не придумаю новое имя. Вот. И если говорить о завершении этого периода с точки зрения психологов, то мы считаем, что это примерно до трех лет, до момента, когда вот эта диада, она начинает, но понемножечку, происходить процессы сепарации, и ребенок получает первое осознание постепенно, да, своей автономности какой-то от мамы. Если говорить про то, что вообще в фокусе отношений перинатальной психологии, то было бы правильнее сказать, что это диада детско-родительских отношений, да, то есть здесь и мама, и папа, и ребенок. То есть с одной стороны родители, с другой стороны, ребенок. В психологии, наверное, так открыто о перинатальной психологии стал говорить действительно психоаналитик, ученик Фрейда. Впоследствии это вскоре, в общем-то, перешло и в российскую науку, и здесь тоже стали организовываться общество, и направления исследования, и специалисты. Насколько я знаю, при перинатальном центре нашего республиканского клинического клинического, при перинатальном центре нашем, Казанском, точно есть психологи, которые помогают роженицам, могут при необходимости, да, оказать нужную поддержку. К вам пришла пара, они говорят, они к вам каким-то образом попали, ну, там, я не знаю, сарафанное радио, рекомендации. Они говорят, мы хотим ребенка. Вот что они должны, что они должны понимать, на какие вопросы сами себя ответить? Тот самый главный вопрос, а зачем вам ребенок, да? Вот о чем вы с ними в самом начале говорите? Пока дела обстоят так, что чаще всего приходит семья к перинатальному психологу, который уже столкнулась с какими-то трудностями в зачатии ребенка, да, и может быть, скорее всего, они прошли определенные медицинские обследования, может быть, там уже были попытки зачатия ребенка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, и они оказались неудачными. Довольно часто сейчас, вот если сравнивать про раньше и сейчас, да, довольно часто бывает ситуация, когда сами врачи, ведущие семью, рекомендуют на каком-то этапе обратиться к психологу, да, или на этапе подготовки к ЭКО, или на этапе разбора особенностей состояния здоровья пары, да, когда бывает сложно найти какие-то причины, почему не получается. А иногда, когда причины ясны, но тем не менее, если особенно у доктора есть какой-то позитивный опыт контакта с коллегами-психологами, он направляет семью, и бывает так. И тогда, когда мы говорим о трудностях в том, чтобы стать родителем, это может быть, когда пара впервые хочет стать родителями, или когда уже есть дети, но в очередной раз желание дать жизнь еще одному ребенку, оно оказывается связано с какими-то трудностями, семья приходит к психологу. И тогда, наверное, первое, что я делаю, это я знакомлюсь все-таки, и мне важно понять, как семья живет, что их объединяет, какие ценности для них общие, что, может быть, их разъединяет, за что они друг другом дрожат, и как они себя чувствуют рядом друг с другом, из чего состоит их жизнь, ежедневный их ритм жизни, чем она заполнена, как они работают, как они отдыхают, о чем они общаются, кто является кругом их поддержки, кто является вообще кругом их общения. Здесь очень много, на самом деле, вопросов. Это, мне кажется, очень важно, чтобы понимать, как мужчина и женщина чувствуют себя в своей жизни. И от этого можно, отталкиваясь, почувствовать, что может быть причиной каких-то сложностей. И пока мы не соберем весь-весь-весь всю эту картину, будет сложно одним вопросом, каким-то щелчком найти ответ, решить проблему и показать точку приложения сил. Я правильно понимаю, что этот ваш предварительный сбор, его можно назвать, наверное, психологического кианамнеза, он помогает, наверное, вот я так услышала от вас, что если он собран достаточно объемно, а у людей, допустим, бесплодие неясного генеза поставили, то вполне можно уже выяснить, в какую сторону идти, чтобы с ним поработать. Да, да. То есть первые ощущения от даже первой сессии, они, как правило, дают несколько рабочих гипотез, и в конце сессии мы их обговариваем. Направление движения. Важно, чувствует ли себя в безопасности каждый из партнеров в этой семье и в этих отношениях. Чувствует ли он себя в безопасности вообще в своей жизни, насколько ему комфортно и изобильно живется, насколько ему тревожно. И дальше уже можно, исходя из этих первых рабочих гипотез, углублять работу либо с семьей в целом, либо отдельно с каждым из членов семьи, то есть отдельно с будущей мамой, отдельно с будущим папой, и исследовать какие-то личные особенности и то, что может препятствовать приходу малыша. В одной из предыдущих программ с Рим Павловной Ефимкиной, когда мы говорили о бесплодии, она высказала свою точку зрения и сказала, что пока не использованы все методы психологические и психотерапевтические, даже ЭКО делать не стоит, потому что эти методы гораздо безопаснее. Как вы к этой точке зрения относитесь? Я не рискну на уровне своей компетенции давать какие-то рекомендации о том, на каком этапе имеет смысл подключать ЭКО. Я оставлю эту сферу врачам. В любом случае, попробовать исследовать психологические особенности, конечно, важно, потому что ЭКО тоже не дает 100% и даже 90% гарантии, что все получится. И как раз в практике нашей работы с женщинами, с семьями, которые приходят, мы работали с ситуациями, когда было уже несколько ЭКО, которые не привели к желаемому результату. И мы работали, и следующее ЭКО в процессе работы, оно давало действительно положительный результат. То есть имплантация происходила, беременность благополучно развивалась, роды благополучно прошли. За прошлый год как раз у нас четверо таких малышей появились. Раз уж мы коснулись темы ЭКО, вот в лекции Елены Мгилевской она говорила о том, что не существует на сегодняшний день исследований по различию детей, рожденных естественным путем, от детей, которые родились в результате ЭКО. Она считает, что между ними точно будет разница, если эти исследования провести. Вот ваша точка зрения, как вы считаете, с точки зрения семейного психолога, перинатального психолога, есть разница? Может эта разница действительно выявиться между детьми, рожденными, зачатыми естественным путем и ЭКО? Насколько я знаю, сильно не поднимая статистику, врачи не видят никаких различий в постнатальном развитии, то есть и в преднатальном, собственно, развитии детей, зачатых с помощью ЭКО или естественным путем. То есть вот эта биологическая составляющая остается дальше такая же. Мне очень нравится, как Галина Григорьевна Филиппова, перинатальный психолог, разбирает все эти различия и сходства приходом малыша в жизнь, в семью, когда это ЭКО и когда это естественное зачатие, прям по маленьким-маленьким-маленьким пунктикам. И тогда становится очевидно, что буквально несколько пунктов, они разные, а большая часть, она совершенно идентичная в развитии ребенка, в том, как получается жизнь. Если говорить о психологических особенностях, то там могут быть, но необязательно должны быть психологические особенности, больше связанные с родителями, которые знают, как это все получилось, нежели чем с самим ребенком. В чем это проявляется? В том, что, если брать зачатие естественным путем, то там бывает незапланированная беременность, бывает долгожданная, осознанная беременность. И беременность, из которой готовились, и беременность, которую ждали, но не готовились, да, то есть разные варианты. Огромный выбор вариантов. Незапланированная, нежеланная беременность тоже может быть. Если брать и ко, то это всегда осознанная беременность, всегда была подготовка, всегда было взвешенное решение, как правило, было долгое ожидание. И, конечно, мы можем предположить, что если исходные психологические данные семьи, они могут быть такими разными, то что-то потом дальше в состоянии семьи тоже может меняться. Как правило, это высокая ценность, это беременность. Это может, но не обязательно следовать из этого. Некоторая тревожность большая родителей, мамы в отношении беременности. Это может быть чуть больше такая, знаете, забота врачей, особенно в районе родов. То есть там, где есть хотя бы малейший риск, возможно, врачи и сама пара с большей вероятностью захочут подстраховаться и провести кесарево-сечение. Потому что чуть большая ценность, чуть большая встревоженность, она может быть фоном развития беременности, родов и послеродового периода. Но она не обязательно будет такая. Мы просто знаем, что, как правило, это большие ценности, чуть-чуть большая тревожность, чуть-чуть большая опека и забота. Мы так ненароком коснулись кесарево-сечения. Раз уж мы туда опять-таки пришли, мы тогда разберем. Опять, вот если сравнивать, да, раньше кесарево-сечение было исключительно по показаниям. И да, только в том случае, если женщина не может по состоянию здоровья естественным путем произвести ребенка на свет. Некоторое время назад кесарево-сечение было невероятно модным, и его делали просто вот подряд. Хочешь, пожалуйста, так же, как обезболивание родов, да, и так далее. То есть максимальный уход в сторону от естественного протекания этого процесса. Вот как вы к этому относитесь? Все так же или возвращается к естественному сейчас? Ну, если естественные показания здоровья позволяют. Мне кажется, в основном сейчас желание родить естественным, не просто вагинально, а именно естественно, да, там есть еще градация в этой терминологии в том, что в этом мы вкладываем, она все-таки усиливается с годами, потому что появляется понимание, что какие бы высокотехнологичные методы медицинского вмешательства мы не придумали, но срок их испытания, он всегда гораздо меньше, чем то, что уже испытала, испробовала и проверила на себе, и на всех нас природа, да. И тогда мы знаем точно, что процесс отточенной природы, если он течет самостоятельно, то, как правило, это будет оптимальный путь развития, да, вот этого процесса, родового процесса. Если там возникают действительно сложности, тогда у врачей и у семьи есть возможность использовать новейшие достижения медицины и как-то помочь ребенку родиться, и роженице разродиться, и это, наверное, хороший вариант и способ, да, от которого не стоит отказываться, раз он у нас есть. Что касается по желанию, когда вот ничего не предвещало, но я думаю, что так будет лучше, когда это чисто психологическое желание, а мамы, здесь на самом деле можно было бы тоже поработать с перинатальными психологами, да, и выяснить, какие причины маму толкают на выбор в пользу полостной операции, нежели естественного процесса, да. Возможно, там можно что-то изменить, точку зрения или ощущения мамы, да, из какой мотивации, из какой потребности мама хочет сделать так. Это не про то, что она там ленивая или не хочет, чтобы ей было больно, да, это нормально не хотеть, чтобы тебе было больно. Ну, если бы мы все хотели, чтобы нам было больно, мы бы, наверное, все не выжили, да, это тоже природный процесс. Вот, и здесь тогда важно понимать, насколько больно, почему, как и какие могут быть техники релаксации, предложенные маме, да, какие за этим больно еще стоят потребности и страхи, и переживания. Может быть, это гораздо больше. Очень часто мамы говорят, я знаю, что врачам я доверяю полностью, они сделают все наилучшим способом, а естественный процесс, я не знаю, что там будет, да, и лучше пусть мы вовремя, там, заранее прокисарим и вытащим уже здорового ребенка, нежели мы будем рисковать. Да, и здесь тоже, ну, важно трогать, я вам, может быть, доверие к жизни и доверие к смерти. Доверие, да, доверие к жизни, к себе, к врачам, такое тотальное, получается, недоверие, да, лучше в этой ситуации пойти. Ну, да, но с учетом того, сколько, опять-таки, знаний открывается сейчас, да, информация, видимо, исследования наши сейчас на таком уровне, вот, ребенка внутриутробно находится, что эти знания становятся доступны даже людям вне медицинской специальности. Вот мне еще интересен такой момент, когда мы уже столько знаем сейчас о том, что истори, да, истори, роды проходили в теплых помещениях, в темных помещениях, и больницы очень сильно от этого отличаются, и психологи пренатальные в том числе знают об этом. У вас есть возможность, как у психологов, повлиять вот на то, чтобы медицина как-то вот в эту сторону посмотрела? Ну, более приемлемые и адаптационные условия появления человека на свет? Я думаю, влиять, ну, самый ближайший, кто может влиять на медицину, это получатель услуг, да, медицинских, это, собственно, семья, которая хочет организовать свои роды тем или иным образом. И это, конечно, процесс небыстрый, потому что медицина, как правило, с одной стороны, она всегда ориентирована на поиск чего-то нового, на поиск чего-то, на смежность, ну, ладно, не буду уничтожить, на поиск чего-то нового. С другой стороны, она довольно консервативная, она в этом тоже права, да, то есть она медленно и взвешенно меняется. И этот процесс небыстрый, но он есть и идет. И сначала, как правило, появляются какие-то частные клиники, которые готовы пойти навстречу желаниям семьи, постепенно появляются врачи-новаторы, которые готовы рискнуть и попробовать, да, появляются какие-то отделения определенные в государственных, муниципальных роддомах, какие-то отдельные палаты, может быть, и постепенно что-то все больше и больше проникает эти мысли, идеи в работу обычных роддомов. То есть если отбросить опять наши воспоминания на 20 лет назад, когда я была тоже в том возрасте, когда уже можно приводить в жизнь детей, я помню, что палата мать и дитя, это было что-то, ну вот, был список такой больниц, благожелательных к ребенку, я помню, я заходила на сайты, по-моему, ВОЗ, да, и там была веточка России, можно было посмотреть, в каких городах есть. И я думаю, и вот там, только там можно было ожидать, что тебе выделят и вообще позитивно отнесутся к тому, что там не перережут сразу пуповину или дадут, приложат груди сразу, да, то есть... Кожа к коже, да? Да, кожа к коже, хотя вот это первое прикладывание, я помню, я слушала еще о нем буквально в своем детском детстве, когда семья Никитинах, известных педагогов и многодетные родители, они рассказывали, как они от диатеза избавили своего последнего седьмого ребенка, просто настояв на том, чтобы приложили сразу после рода, да, шестью детьми они мучились, потом они узнали, что Малозиво помогло бы предотвратить эту проблему, а седьмым проблем не было, да. И вот, в общем-то, эта книжечка 80-х годов, если я не ошибаюсь, если не 70-х, она уже стала что-то менять, и постепенно к началу там 2000-х годов мы могли видеть хотя бы ранние прикладывания, да. Сейчас ситуация стоит еще лучше, но медленно, еще не совпадает по скоростям от наших ожиданий и то, как медицина здесь на эти вопросы смотрит. Я думаю, мы вряд ли сможем перевести все роды, например, в тепло, темно и тихо, да, потому что где-то действительно врачам нужно больше света, больше внимания, больше включенности в процесс, но там, где роды проходят нормативно, конечно, было бы здорово, чтобы они были ближе к естественной среде, опять-таки, чтобы не ломать вот эту эволюционную, отточенную... Механизм. Механизм родопроизводства, да, то есть мы рожаем в роддомах, ну, буквально сколько? Ну, чуть больше 100 лет, да, где-то? Ну, если массово брать, то максимум 100 лет, да, не больше. А вот все, что до этого рождалось, нам, конечно, скажут сейчас про младенческую смертность, про детскую, про роженец, это правда, но смертность была и не только в родах в то время, да, смертность была и после рода, в любом возрасте, но вот все то, что было до, оно работало, оно точно нас привело, и эти навыки внутри нашего тела, они более гармонично встроенные, они более надежные, мы на них можем опираться, потому что это природный процесс. В Европе принимать дома – это норма, а в больнице – это не норма, только если у вас какая-то, ну, причина для того, чтобы рожать ребенка под наблюдением врача, либо, ну, вот, очень сильно сами хотите и готовы за это очень серьезные деньги заплатить. А вообще в обычной практике просто приезжает акушер, это Дания, это... Вот Данию точно знаю, Великобритания, да, 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 Голландия, по-моему, вот. И просто приезжает акушер и принимает у вас роды, и ребенок тут же остается с вами, его никто никуда не отвозит, и там как раз и необрезанная поповина, и кожа кожи, и первое питание. Нам это вообще в ближайшее время не светит. Фактически, я думаю, мы тоже туда двигаемся, потому что мы об этом говорим. Официально, ну, нет запрета на домашние роды, как таковы в России, да, то есть фактически, ну, невозможно, роды это вообще стихийный процесс, невозможно сказать, что мы рожаем только в роддоме. Ты не знаешь, в какой момент они начнутся, даже общие такие рамки нормативные, медицинские, это 38-42 недель, то есть это месяц, в течение которого может произойти в любой момент. Мы не можем прогнозировать длительность родов, да, схваточного периода, то есть это всегда загадка. Даже первые роды могут оказаться стремительными. Вот, в этом смысле семья действительно, фактически, ну, ей невозможно запретить рожать дома, если есть такое желание, семья имеет право по закону рожать дома. Другое дело, что медицинская помощь у нас в России не оказывается на дому, его можно оказать только в роддоме, да, и поэтому, если мы хотим получить официальную медицинскую помощь, мы должны поехать в роддом. Если мы остаемся дома и рожаем, то мы рожаем самостоятельно, без медицинской помощи. Ну, если мы туда движемся и хотим этого, и количество домашних родов в любом случае увеличивается, фактически, то я думаю, что постепенно и запрос будет тоже, ну, как-то меняться. Запрос будет меняться, и отклик будет меняться. Я слышала такую точку зрения от нескольких молодых девушек. Чем больше я читаю про прохождение беременности, как развивается ребенок, что он чувствует, как это ответственно, какие гормоны, какие здесь, какие там, как я должна себе... Ой, нет, я боюсь, лучше вообще не так. То есть это такая бешеная ответственность, которую я лучше брать даже на себя не буду. А здесь как будто мы сейчас говорим о том, что из некого исходного чувства тревоги ответственности, то есть я бы здесь акцентировала то, что тревога-то изначально есть, мы ищем информацию, да, мы начинаем больше и больше собирать эту информацию. Чтобы ее подкрепить? Чтобы с ней справиться, конечно же, но фактически дальше, ну, и это часто так бывает, когда тревогой мы нивелируем контролем. Контроль сам по себе, поскольку все проконтролировать невозможно, а в родах, тем более, когда ты читаешь множественные истории с форумов, ты еще больше убеждаешься, что ты не сможешь проконтролировать этот процесс полностью, как тебе бы хотелось, да, даже если ты делаешь кесаро на самом деле. И, соответственно, рождается и новая волна тревоги, которая подхлестывает дальше и собирает нас больше информации, пытаться продумать новые и новые варианты того, как я решу все проблемы. И тогда действительно эта эскалация тревоги, подпитываемая неким контролем, сборем информации, она происходит. Я думаю, здесь было бы важно тогда не прекращать поиск информации сам по себе, потому что тревога от этого тоже никуда не денется, да. Мне кажется, было бы важно вернуться к исходному чувству тревоги и потрогать его, откуда она берется. Скорее всего, это не единственная тема в жизни женщины, да, которая вызывает большую тревогу. И тогда важно посмотреть, как в других сферах жизни она себя чувствует, насколько она опять-таки безопасно себя чувствует в этой стране, в этом мире, с этим мужчиной, в этой семье, да, на своей работе, вообще в жизни. Что было с ней такого, что воспринимается как угрожающее ее, может быть, спокойствие и безопасность, связанное с деторождением. Что было в жизни ее мамы, как ее мама проживала ее беременность, ее, да. Мы все имеем опыт проживания собственной беременности, все женщины, все мужчины, когда они были в животике у своей мамы. И этот опыт тоже никуда не делся. Он не на верхних слоях нашей психики, да, не в коре головного мозга там обитает, но этот опыт с нами есть. То, как мама нас нянчила, как она нас рожала, как она на нас смотрела, мы все это чувствуем и помним. Какие руки нас держали, насколько они были жесткие, напряженные, тревожные, дрожащие, может быть, да, или они были мягкие, расслабленные, теплые. Этот опыт телесный, он часто не, ну, плохо осознается, но он есть. И тогда у нас может происходить слепание с этой нашей детской частью, которая помнит, каково быть ребенком, когда твоей маме тревожно, помнит, каково быть мамой, когда у тебя родился ребенок, и может не пускать нас в наше собственное родительство, да, потому что мы не хотим такой судьбы своему ребенку, мы не хотим такой судьбы, как у нашей маме, себе. Хотя это, как правило, ну, не то, что мы словами проговариваем или сознательно осознаем. Если человек понял, что, читая вот эту литературу, что мама, ну, из рассказов мамы, да, нам же даже рекомендуют, как можно больше с родителями говорить, чтобы узнать, как протекала беременность, как мама себя чувствовала в это время, да, чем она занималась, тем жила, какие отношения с папой были и так далее, с родственниками. Если у человека, у вашего клиента уже появилась информация о том, что вот что-то было не так в этой беременности, получается, что у него есть информация о некой там дородовой, собственно говоря, травме, да, у него есть сегодня возможность, какие-то методы, чтобы исправить эту ситуацию, когда человек уже взрослый? Да, потому что то, что было там и тогда, оно, конечно, влияет на меня сейчас, но влияет через мое отношение к тому, что было там и тогда, да. И воздействию на это отношение здесь и сейчас мы можем что-то поменять в том, как это выглядело там и тогда. И если говорить про эти истории, да, там можно увидеть свою часть истории и мамину, и понять, что это две разные истории, да. Увидеть, почему мама была напряжена, почему она была в депрессии, может быть, почему она плакала, почему она, ну, ей было тяжело с ребенком, и понять, почувствовать эмпатию к ней, понять, как ей было тогда, да, и понять, что я другая, что со мной, возможно, будет иначе, и как я могу сделать иначе в своей жизни, чтобы мне было не так тяжело, как тогда было моей маме. Такое хорошее слово использовали, слепление, да, слипшееся, как будто хочется разлепиться, да, что это одна судьба, это другая судьба, они друг от друга не должны быть слеплены друг от друга. Здесь напрашивается прямо немножечко тема разговора про нежелательную беременность, про то, когда все-таки получается жизнь, ну, злая жизнь просто сложилась так, что беременность случилась, ее не ждали, она, ребенок, который уже зачался, никому не нужен, и что делать, ну, допустим, два варианта, да, либо женщина идет на прерывание беременности, либо она его оставляет. Если с нами консультируется женщина, которая, или семья, которая сомневается в том, сохраняет ли жизнь ребенку, или прерывать эту жизнь ребенку, нам важно помнить, что, чтобы они не решили, полную ответственность за это решение будут нести они, да, то есть если они оставляют ребенка, мы здесь не можем поэтому совершать, ну, мне кажется, какое-то такое... Рекомендательное воздействие директивное, да, потому что, ну, мы можем, если мы готовы взять ответственность за то, что будет потом, да, то есть если мы готовы в этом действительно участвовать впоследствии так или иначе, если мы готовы, не знаю, взять этого ребенка к себе, тогда, конечно, там другой разговор, но если мы только консультируем пару именно в этой точке, тогда нам важно услышать, помочь человеку услышать свои собственные потребности, свою мотивацию увидеть, увидеть свои ресурсы, да, из каких потребностей принимается то или иное решение, какие условия подталкивают к тому решению или к тому решению, да, сколько ресурсов нужно, чтобы выдержать принять это решение, сколько ресурсов понадобится, чтобы выдержать принять это решение и последствия связаны с этим. Вот, наверное, увидеть всю эту развилку дальше, ее действительно важно человеку помочь и найти, может быть, свои опоры в принятии того или иного решения. Во времена моей молодости, совсем вот молодости, очень были модные микроаборты, и их настолько социализировали, что внушали молодым женщинам, что это, ну, как бы, то, что называется, не считается, а тем не менее все считается, да, и вот когда, ну, если еще больше упростить вопрос, когда эта операция происходит в неосознанном возрасте, в неосознанном состоянии, и потом приходит осознание, там, спустя много лет, как женщине, потому что таким вопросами приходят люди. Да, такие запросы тоже бывают. Здесь, мне кажется, первое, нам важно помнить, что аборт, будь он медицинский, естественный, то есть выкидыш, например, да, или медицинский, имеется в виду, аборт, вот, будь он по медицинским показаниям или по желанию женщины, в Российской Федерации по желанию женщины его можно делать до 12 недель, после 12 недель только по медицинским показаниям. Это в любом случае потеря, перинатальная потеря. И даже если женщина приняла такое решение, вроде бы, там, осознанно, она может действительно чувствовать себя, как женщина, потерявшая ребенка. Это будет процесс горевания со всеми вытекающими состояниями. И здесь осложняться он будет как раз тем, что очень сложно будет разделить это горевание, как правило, да, потому что редко кто в обществе поддерживает, в общем-то, и при естественных перинатальных потерях, при замерзших беременностях, при преждевременных родах, да, при выкидышах, не очень-то много семья получает поддержки в горевании от социума, да, потому что тоже примерно так же и говорят, ничего еще не было, ладно, что вы переживаете, или там, слава богу, не больной родился, например, да, может, лучше так. Вот, и очень сложно получить эту поддержку в горевании. В ситуации, когда был сделан аборт по собственному желанию, там тем более тяжело это разделить, горевание с кем-то, а горевать в одиночку очень трудно. Плюс действительно может быть чувство большого сожаления, опустошения и вины по поводу того, что произошло, чувство насилия над своим телом, да, потому что любой вариант аборта, он будет насильственно воспринят телом, потому что это вторжение, это нарушение целостности тела, да, это отторгание части, даже если мы не воспринимаем ребенка как личность, как индивид, то в любом случае это часть моего тела тогда, да, хотя бы так мы все равно можем продолжать мыслить. Как с этим быть? Как с этим быть? Фактически это вернуться в ту точку и чувствовать те чувства, которые поднимаются, признавать их право на существование и чувство вины, и чувство злости, например, на тех, кто допустил этот аборт, или кто участвовал тоже в этом аборте, кто поддержал меня в этом аборте, да, чувство грусти, печали и страдания от того, что это произошло. А здесь важно также помнить, почему аборты на маленьких микросроках тоже, да, это тоже потеря, может переживаться как потеря. Фактически это потеря, но как именно психика женщины будет относиться к этому и мужчины, потому что он тоже может не хотеть, например, этого аборта, и он не может повлиять на это решение, например, женщины, он тоже страдает и горюет, и он будет отец, который потерял своего ребенка. Если говорить о сроках, то срок беременности, на который был потерян ребенок, будь то, опять-таки, аборт или естественное прерывание, ну, окончание беременности, не коррелирует с интенсивностью чувств, да, то есть, вот работая с перинатальными потерями, я и мои коллеги это видели не раз, то есть беременность могла прерваться внезапно на пяти неделях, но переживания очень интенсивные, да, беременность могла прерваться в 38 недель, и переживания практически такие же интенсивные. Почему по-разному? Потому что в перинатальных потерях очень много символических уровней потерь, то есть это не просто потери конкретного человека, это потеря много чего, чего словами иногда не назовешь, а потеря будущего, во-первых, и это при всех перинатальных потерях. В тот момент, когда женщина узнает, что она беременна, она мгновенно простраивает целую цепочку, да, даже если она потом сделает аборт, но в самые первые мгновения она рассчитает, когда это произошло, когда могут быть роды, какой-то месяц года будет, да, она может успеть подумать, что я буду в этом месяце года делать, то есть она сопоставит свои планы на жизнь, то есть помещаются там, роды не помещаются, а как это будет дальше, то есть в любом случае вот это вот в доле секунды простроенное будущее, куда-то там на бесконечность практически, она происходит, и даже если потом принято решение о том, что это его будущего не будет, или если ребенок сам ушел из тела женщины, да, вот это будущее, она уже рухнула, и тут уже есть о чем плакать, и горевать, от чего переживать, это потеря идентичности меня, то есть я как мать, или я как мать, которая родила ребенка, не смогла выносить ребенка, которая абортила своего ребенка, и здесь может быть очень больно, потому что я сталкиваюсь с какой-то новой своей идентичностью, это потеря доверия к своему телу, потеря доверия к своему партнеру, потеря доверия к миру, что-то, связанное с моей женственностью, например, да, то, как я воспринимаю, какой должна быть женщина, да, и, может быть, я вдруг обнаруживаю себя не совпадающую с этим образом себя, внутри себя. Вот эти множественные символические потери, которые как будто бы не видны, они создают вот это ощущение того, что я куда-то ухнула, и я не понимаю, чего мне плохо, так плохо, вроде бы ничего страшного не произошло, да. Ну, вот вчера я не была беременна, сегодня я была беременна, завтра я там сделала микроаборт. Но вот эти ощущения каких-то фантомных болей, когда, ну, как люди говорят, болит душа, да, то есть я, ну, даже неверующие люди иногда говорят, болит душа, вот про это, мне просто плохо. И здесь это про поддержку, конечно же, и про прохождение через все эти чувства последовательно, как они есть. А в том случае, если женщина все-таки решила, допустим, у нее нет мужа, она одна, и она все-таки решает родить этого ребенка, раньше это говорили родить для себя, не знаю, как это называется сейчас, вот там, наверное, тоже очень много места для работы перинатального психолога, да? Если у женщины есть запрос для работы с перинатальным психологом, то я бы, наверное, думала в первую очередь про то, что женщине потребуется очень-очень много ресурсов и поддержки. То, что иногда сложновато дается двоим, когда есть надежный партнер у женщины, да, то здесь нет и партнера, и вот эта двойственная нагрузка, она наложится на женщину. Это сложный путь, и здесь важно, ну, наверное, как-то обложиться вот этими ресурсами со всех сторон, и предусмотреть все, что можно предусмотреть, чтобы сделать жизнь легче. Важно, чтобы было вместо тогда партнера много кого, кто мог бы позаботиться о женщине, которая в этот момент заботится о своем ребенке. И вот это вот ключевая, наверное, вещь. Второй момент, а, вспомнила, есть такая поговорка, сейчас она уже довольно популярна. Там история расходится, из какого народа эта поговорка, да? Чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая деревня, да? Это вот про то, что нужны люди, чтобы действительно один ребенок вырос. Невозможно только одной маме это сделать, да? Все равно нужна поддержка. И здесь важно, чтобы у мамы была эта поддержка. И когда мы работаем с женщинами, которые рожают без мужа, они приходят уже в беременном состоянии, мы как раз продумываем этот послеродовый период. Мы думаем, кто будет в родах, кто будет помогать, кому она позвонит, когда она почувствует, что начнутся роды. Мы составляем список поддержки, да? Кто из людей вообще есть рядом с тобой? Давай сначала всех подряд, да? Кто вообще есть? Даже тех, кому ты звонишь, может быть, раз в год условно. И дальше мы прописываем, что... С какой просьбой можно было бы к этому человеку обратиться? Как часто? Раз в год или раз в месяц, да? Может быть, где-то мы просим, чтобы женщина созвонилась действительно до следующей сессии с несколькими самыми близкими и обговорила, а можно, если у меня будет то-то и то-то, я буду к тебе обращаться за тем-то и тем-то? Как часто можно, чтобы тебя не напрячь, да? Чтобы вот в момент, когда плохо, у тебя был этот список, и ты знала, что так, вот мне там... Моя сестра сказала, звони в любое время дня и ночи. Она сама мне сказала, я ей позвоню, да? Или там этот человек сказал, если что, у меня есть машина, я тебя отвезу куда надо. Значит, я могу уже сейчас не преодолевать вот это вот напряжение, сомнение, удобно, неудобно, как бы вот сейчас могу, не могу. Я могу позвонить, потому что он сказал, да, я могу тебя отвезти, звони, если надо будет. Вот эту деревню, ну, ее важно собрать до родов, чтобы было легче потом принимать помощь, потому что часто есть проблемы с тем, чтобы попросить о помощи и принять помощь. Да, у тех вокруг есть желание помочь, но они не знают, что именно сделать. Может быть, подарить конверт на выписку, а может, лучше не конверт на выписку, а приготовить борщ, да, чтобы, когда она приехала домой, там у нее были котлетки, супчик, еда, она могла просто поесть и лечь с ребенком в кроватку. Вот это очень-очень важная вещь, вы говорите, потому что здесь опять речь идет об осознанности, о взрослении, о таком серьезном подходе к своей жизни, к себе, к тому человечку, которого ты носишь. И, наверное, вот в этом случае пословица же есть, если Бог дал ребенка, то даст и пеленки. Ну, вот это как будто бы немножечко не про то, а про то, что все-таки нужно самому заботиться о том, чтобы эти пеленки появились, и чтобы они были в нужном количестве, ресурсы. Ресурсы, безусловно. Да, если про ресурсы, это верно. Это важно успеть сделать вот в моменте подготовки родов, потому что после родов бывают разные состояния, бывают тяжелые состояния, человеку может действительно не быть ресурсов, просто позвонить, да, тому же психологу или кому-то. Еще есть один момент, который, ну, важный, но сложно профилактируемый, что ли, как, если можно было так сказать, в отношении ситуации, когда мама принимает решение рожать ребенка самостоятельно, без партнера, да, в отсутствие партнера, в отсутствие мужа или папы, ребенка. Это ситуация, когда у взрослого человека нет партнерских отношений, и нет много чего, для чего эти партнерские отношения нужны, да, для поддержки, для того, чтобы поплакать свои взрослые слезки, для того, чтобы испугаться и получить поддержку, для того, чтобы с кем-то поругаться, как-то напряжение какое-то где-то реализовать, да, с кем-то поспорить, с кем-то вместе посмеяться, с кем-то что-то задумать совместно. И вот если это место партнера, оно вакантно, оно пустует, то, скорее всего, совершенно неосознанно на это вакантное место будет приглашен ребенок. И он будет функциональным партнером этой женщины. И от этой ситуации практически невозможно как-то уйти, потому что это делается само собой без осознания. И здесь неважно, какого пола ребенок, он может быть девочкой, не обязательно мальчиком, но он вынужден будет выполнять многие функции, которые мог бы выполнять папа. Функции громоотвода, функции того, кто утешит, поддержит, тот, кто пожалеет, поймет, примет состояние. И тогда бывает, что дети, они действительно всегда очень эмпатичны к родителям. И бывают такие заботливые очень дети. И это как будто бы очень хорошее отношение между мамой и ребенком, очень заботливое, но там очень много заботы за стороны ребенка. Такой ни его, ни детской заботы. Он как будто бы изначально занимает сразу не свое место. Он изначально занимает сразу не свое место, и это место чрезмерно выточено для него. И, в общем-то, от места ребенка его тоже никто особо не освобождал. То есть ему важно, ему приходится где-то вот так качаться. И вы вот эти все тонкости рассказываете женщине, которая пришла к вам с тем, чтобы родить одной, без партнера? Не прям сразу и все скупом. Ну, это понятно, постепенно. Если мы до этого доходим постепенно, и я чувствую, что в этом есть ресурсы, это имеет смысл сейчас обсуждать, да, то мы эту тему трогаем. То есть, если понятно, что это не тема актуального вот сейчас момента, да, то ее нет смысла, нет ресурса поднимать, обсуждать и нет ресурса реализовывать. Это будет преждевременно и, в общем-то, ну, наверное, неуместно. И не результативно. И не результативно. Есть еще одна интересная тема, которая касается женщины и, допустим, мужа или партнера. Ведь испокон века все, что было связано с рождением ребенка, ну, кроме зачатия, наверное, да, беременность, рождение, там, некоторое время после родов, это была совершенно женская территория, на которой мужчин не было. Некоторое время назад мужчин стали допускать, да, не просто допускать, а приглашать к этому, да, вот это совместные роды, совместная гимнастика, да, беременным, когда папа вместе. Вот вы к этому как относитесь? Я к этому отношусь хорошо. Я к этому отношусь хорошо, потому что мы все больше и больше действительно отходим от каких-то стандартизованных ролей, таких чисто мужских, чисто женских. У нас все меньше и меньше потребности в том, чтобы, ну, как сказать, иметь партнера ради какого-то его функционала, такого бытового, да, материально-бытового. То есть мы многое можем сделать сами, мужчина может сам там сварить себе еды, заказать себе еды, нанять помощницу по хозяйству, решить все эти вопросы няню, там, гувернантку, то есть не проблема, да, физически это сделать. Женщина может зарабатывать аналогично, хочется на мамонтов в таком переносном смысле. И тогда, если у нас нет вот этой потребности функционал материальный реализовывать, нам все-таки важно чем-то скрепляться в этих отношениях. И тогда мы переходим на другой, более душевный уровень, наверное, на психологическое единство, когда мы смотрим на семью, на нашу, как вот на наше гнездышко, где в первую очередь мы переживаем совместно самые интимные моменты нашей семьи. И тогда мужчина часто сам говорит, современные мужчины это говорят, что точно так же, как я участвовал в зачатии этого ребенка, к самом интимном моменте, я хочу участвовать в другом интимном моменте, в родах. Это наше семейное событие, я не хочу его пропустить, да. Есть ситуации, когда этого хочет женщина, но не хочет мужчина, и здесь, ну, мне кажется, что уже очевидно, что насилия тоже не должно быть, но может быть разговор, да, может быть разговор о том, почему не хочет, для чего она хочет, да, что она, как она себе это представляет, как он себе это представляет. Это может быть консультация с акушерами, которая рассказывает, как одна моя знакомая рассказывала, что ее муж, он военный, он бывал в горячих точках, прям очень горячих точках, но когда его приглашали побыть с супругой в домашних родах, он не очень был к этому готов, ему было страшно. Он говорил, там же в этих родах кровь, кровь, кровь везде, да, это очень страшно. Вот, тем не менее, когда он понял, для чего нужно его присутствие, чем он может быть полезен жене, почему это важно для нее, в какое место ему найдется в этих родах, у него, ну, он действительно присутствовал в этих родах, он принимал эту девочку, он был очень горд, держа ее потом на руках, и обзванивая всех своих знакомых, рассказывая, что у них девочка. Такой прошел инициацию папы, да? У вас так эта тема трогает, что, по-моему, даже как-то глаза уложились, да? Это очень теплая тема, рождение новых детей, новых людей, и когда это делается в любви, поддержке, в понимании и в желании, это прям очень трогательно. Еще одну больную тему я вспомнила, ну, как больную, не больную, скорее, обсуждаемую, это сдвиг возраста рождения детей, да? Сейчас, по крайней мере, я слышу о том, что женщины порядка 28-30 лет, 30 с небольшим, говорят о том, что нам еще рано. У нас, мы читаем интернет, мы читаем литературу, мы знаем, что у нас еще невероятное количество времени, когда мы сможем родить детей. А пока мы будем заниматься собой, развиваться, познавать себя, сам совершенствоваться и так далее. Вот, а гинекологи говорят другое. Гинекологи говорят о фертильном возрасте, который никто не отменял. Вот я здесь вижу противоречия. Что здесь видите вы? Противоречия неизбежности или неизбежные противоречия, да? Это действительно, с одной стороны, природный процесс, от имени которого говорят гинекологи-врачи, а не про телесность, про то, что тело, оно как-то живет по своим задачам и по своим законам. И так же, как мы не можем заставлять солнце всосовать с востока, там, ложиться на запад, так же и процессы развития фертильности, да, пика фертильности, угасания фертильности, они в любом случае будут происходить. Врачи могут что-то отсрочить, да, нам на помощь приходят, опять-таки, вот эти вспомогающие репродуктивные технологии, инсеминации, эко-стимуляции. Можно извлечь яйцеклетки в фертильном периоде, там, в 20 с небольшим лет, оплодотворить их и заморозить на некоторое количество лет и имплантировать их тогда, когда женщина посчитает, что она, допустим, или семья посчитает, что она готова и созрела. То есть вот эта реальность, которая сейчас перед нами действительно разворачивается, она нас может пугать, потому что, мне кажется, что здесь пугает, с одной стороны, да, вот это вот несовпадение возрастных и психологических периодов ощущения зрелости своей, с другой стороны, пугает, наверное, то, что мы все больше и больше, ну, что меня, может быть, здесь тревожит, что мы все больше и больше попадаем под эту иллюзию контроля вопросов, ну, таких глубинных про жизнь и смерть, да, то есть про рождение и смерть, вот, когда мы, чем это страшно, тем, что когда мы попадаем в эту иллюзию, мы в нее верим, и когда эта иллюзия разрушается, она действительно иногда разрушается, да, то есть мы не можем ни смерть остановить, ни заставить кого-то родиться, несмотря на все наши возможности науки, тогда мы очень больно травмируемся об этом, очень сильно разрушаемся, потому что в нашей привычной картине мира мы с каждым годом контролируем все больше и больше, мы управляем все больше и большими процессами, мы вмешиваемся во все больше и больше процессах природных, все идет по нашему плану, да, и тогда мы становимся достаточно ригидными в этом, и малейшая дестабилизация нас очень сильно подрубает. Мы недавно с моей коллегой, тоже перинатальным психологом, в переписке обсуждали, что же на самом деле происходит, почему какой-то один сперматозоид проникает в яйцеклетку, да, что это за таинство, там нам раньше показывали, что типа самый быстрый, самый активный, но это не так, потому что они атакуют ее одновременно, есть вот версия, что они раскручивают яйцеклетку все вместе, дружно, и у нее от центробежной силы приподнимаются чешуйки, и тогда они проникают, да, я слышала немножко другую версию про то, что они проникают, там что-то растворяют в ее оболочке, как только один проник, потом все схлопывается же мгновенно, да, но для меня все равно это продолжает оставаться таинством, потому что это не очень понятно, как она выбирает одного единственного, как момент выбора. Мгновенно, это же просто, они одновременно атакуют, и только один попадает, и сразу же для других всех прекращается возможность туда попадания. Это мистика пока что, и даже при том, что у нас есть ико, и даже есть икси, то есть метод экстракорпорального оправдотворения, когда сперматозоид не просто помещается в питательную среду рядом с яйцеклеткой и там самостоятельно проникает, когда врач прям принудительно внедряет сперматозоид уже непосредственно в яйцеклетку. То есть все уже как будто бы, ну вот этот момент слияния двух ядер, да, он произошел, двух клеточек, и тем не менее даже при этом нет никаких гарантий, что это будет живой организм, который будет дальше развиваться. Что все пойдет хорошо, а может ничего не получиться. То есть для вас это тайна? Для меня это тайна, и в этом очень такая вдохновляющая у меня сила, да, то есть очень хочется, чтобы оставалось что-то в этом мире, что там не подвластно. Да, что не будет раскрыто, дайте место природе остаться природой. Да, действительно так, еще возвращаясь опять к Риму Павловне про ЭКО, она говорила о том, что когда человек рождается естественно, он путем начинается, там мам, папа существует, а в ЭКО существует кто-то третий. И чьи это роги, кто это делал, и чем это потом скажется, никто не знает на самом деле, ни в каком смысле. И вот эта мистика там как раз нарушается, вот этот момент творчества, творения, какой-то божьей искры, не знаю, по-любому можно сказать, и она как будто лишается своего места. Там, ну, на самом деле, там не только третий, там и четвертый, и пятый, да, то есть там есть лаборант, который, если это замороженный эмбрион, да, то есть она его достанет, разморозит, то есть там много людей, которые будут причастны к этому процессу. Даже не одни руки. Даже не одни руки, да, то есть это не один человек делает, это процесс. Там есть свои особенности, действительно. Это может быть имплантация эмбриона с яйцеклеткой, которая появилась именно в этом цикле, то есть когда мы имплантируем эмбрион из яйцеклетки, который мы взяли непосредственно в этом цикле. А это может быть разрыв, да, и тогда тело наше, женское, получает нашу же яйцеклетку оплодотворенную, но которая овулировала, ну, где-то там несколько лет назад, допустим, да, то есть когда, ну, или там несколько месяцев назад. Ну, да, они же замораживаются. Вот. И в этом есть свои особенности, могут быть свои особенности ощущения, а может и не быть этих особенностей. Есть особенность как раз того, что некоторая интимность пропадает в отношениях пары, если, ну, приходится все время рассказывать о том, когда был последний половой акт, да, или получать инструкцию от врача, там, так, вот этого числа вам нужно совершить половой акт, а вот такого числа вам нужно прийти и сдать сперму, да, а вот такого числа придете, там, фликумулометрию сделаете, отследим яйцеклетку. Ну, это все вообще. Да, ну, то есть это травмирует на самом деле пары, да. Я бы не сказала все-таки, что здесь нет божьей искры и таинства, потому что, опять же, есть пространство для неконтролируемых процессов. Для кого-то это очень важно, что это именно так происходит, это по чуть-чуть происходит. С одной из женщин, с которой мы готовились к ЭКО, мы, то есть, проходили определенную работу длительную, потом в какой-то момент она сказала, что, ну, сейчас мы прерываем, и потом прерываем работу, да, ну, завершаем и приостанавливаем. И когда она уже, когда уже их пригласили на ЭКО, мы с ней списались, и я точно знала тот день, она написала, написала в тот день и час, когда будет происходить пересадка. И для меня это был волнительный день, то есть для меня здесь было таинство, и я помню, что мы ехали с моей семьей за город в этот день, это был хороший солнечный день, и я точно знала по часам, что сейчас пересадка, и я в этот момент молилась, да, я молилась за нее, молилась за ее семью, чтобы у них все получилось. И потом я написала ей слова поддержки, и для нее это было тоже очень важно И этот ребенок, который родился, он действительно долгожданный И долгожданный у всех, и я тоже его ждала вместе с ее семьей И я очень рада, что он есть И для меня это совершенно живой ребенок Это не грабли, это не трактор, это не машинка, это не механизм Это живой, настоящий, очень любимый ребенок Семья, и там было много, мы собирали даже в какой момент, кто ждет этого ребенка Это большая семья, которая ждала этого ребенка Когда вы рассказываете вот об этой части психологии перинатальной Вот об этом своем объеме работ, я просто поражаюсь Насколько там много слоев, много ресурсов, которые можно привлечь Которые вы привлекаете, для того, чтобы у человека выросла осознанность И понимание своего ресурса, и своих возможностей Это такая фантастическая совершенно вещь для меня, открывающая Я бы, наверное, пожелала каждому слушающему Можно прямо с камеры Каждому зрителю, кто дослушал эту передачу до этого момента И, может быть, тому, кто только начал ее слушать, но не дослушал Я бы пожелала счастливого родительства Испытать счастье материнства и счастье отцовства Если есть желание побыть мамой или папой Чтобы это случилось в самый удачный для этого момент В самое удачное для этого время в вашей жизни Чтобы это счастье напитывало вас И придавало очень много радости каждому вашему дню Что ваши дети рождались живыми и здоровыми Спасибо большое, Ая Мне остается только присоединиться к таким замечательным словам Всего вам доброго и берегите себя С вами была передача «Фокус на человека» В студии работала Наталья Ижова До свидания Субтитры создавал DimaTorzok